Прям самый-самый топчик у меня. Всем привет! Меня зовут Алина. Вы на канале Читать Нельзя Сжигать. И сегодня у нас будет очередное видео в формате Читаю и Рисую. Если вы ничего не понимаете, то, пожалуйста, пройдите по ссылке в описании на первое видео этого формата, в котором у меня есть небольшой дисклеймер, где я рассказываю, что это вообще такое, что это значит лично для меня и так далее. А здесь останавливаться на этом не буду. Скажу только, что это мой личный формат прочитанного, в котором я рассказываю вам о нескольких книгах и показываю картинки, иллюстрации, если позволите сказать, которые я делаю к этим прочитанным книгам. Сегодня я расскажу вам про две книги. Это «Признание Ната Тернера» Уильяма Стайрена и «Гроздья гнева» Джона Стейнбека. У этих книг довольно много общего. Ну, во-первых, это американская классика 20 века. Во-вторых, это очень признанная классика. Оба этих романа получили пулицеровскую премию. В-третьих, оба эти романа затрагивают реальные драматические события из истории Соединенных Штатов. И в-четвертых, что, конечно, уже не так важно, обе эти книги я прочитала недавно, и обе они вошли в список моих самых любимых. Это прям самый-самый топчик у меня. Ну и начнем мы, пожалуй, со Стейнбека. Я у этого автора помимо «Гроздья гнева» читала еще о мышах и людях, и, конечно же, планирую продолжать знакомство с автором. Написал Джон Стейнбек действительно немало, и мне бы очень хотелось, чтобы эти романы были достойно изданы в твердых обложках, и я могла их прикупить и прочитать. Так что относительно всего творчества Стейнбека я, можно сказать, с автором вовсе не знакома, и судить обо всем его творчестве я точно не берусь. Но те два произведения, что я у него прочитала, однозначно сильные, мощные, достойные моих самых горячих рекомендаций. Итак, расскажу вам про «Гроздья гнева». События этого романа происходят в 1930-х годах в Америке, то есть во времена Великой Депрессии. Фермерам центральных штатов приходилось все хуже и хуже с каждым годом. Земля в отсутствии сего оборота утратила свое былое плодородие, а засуха и пыльные бури окончательно поставили точку в борьбе за урожай. Владельцы земли стали прогонять фермеров-арендаторов с их собственных родных земель, из их собственных родных домов. Люди теряли дома, теряли работу и были в принципе потеряны. А в народе ходили слухи о цветущей Калифорнии. И рабочих мест там полно, и урожаи прекрасные, и гуляя по улице можно рвать виноград и апельсины прямо с веток. Так началось великое переселение в Калифорнию, в которой на проверку все оказалось далеко не так солнечно. В центре повествования одна конкретная семья, семья Джоудов. Потеряв все, что имели в родных краях, они отправляются в далекий путь. Огромным составом это мать, отец, пятеро, кажется, детей, одна из которых их беременная дочь со своим мужем, также бабушка, дедушка и прибившийся к ним бывший проповедник, находящийся в душевных метаниях относительно своей веры. Вот таким огромным составом они отправляются в неблизкий путь на грузовике, переделанном из легковой машины. Впереди их ждет долгая дорога и одна сплошная драма. Не буду вас обманывать, эта сложная книга наполнена драмой по самое горлышко. При этом моя личная гамма эмоций при прочтении этой книги абсолютно необъятна. Здесь было все, и надежда, и страх, и сочувствие, и искренняя симпатия, и антипатия к персонажам, и, конечно же, полное непонимание, неприятие некоторых происходящих событий. Это примерно те же чувства, которые мы испытываем при мысли о войне, о фашизме. Вот здесь такое же полное непонимание ситуации. Это не развлекательная книга, и к ее прочтению нужно подходить с полным пониманием этого факта. Это взрослая, серьезная литература, рассчитанная на думающих людей. Книга, которая значится во многих списках, ста книг, которые надо прочитать и тому подобных. От себя добавляю свои горячейшие рекомендации. Моя любовь. Итак, вот что я нарисовала по этому роману. Еще читая книгу, я уже твердо знала, что именно я хочу нарисовать, какую тему я буду затрагивать однозначно, тему переселения, самую глобальную тему этого романа. По факту прочтения книги я стала думать, как мне лучше обыграть эту идею на своем рисунке, чтобы читалось. И я вспомнила, что в книге неоднократно упоминались открытки с видами Калифорнии, с белыми красивыми домиками, которые разглядывали наши персонажи, сами проживающие в центральных штатах, в страшненьких старых домиках, где все вокруг было покрыто сухой пылью, и покуда хватало глаз, бесконечные поля засохшей, поваленной кукурузы. И вся вот эта запыленность, серость, мне захотелось изобразить это именно в таких приглушенных зелено-коричневых тонах. Вместе с тем на открытке у меня очень яркие, даже слишком яркие цвета. Также, когда основная идея уже была продумана, я поняла, что обязательно хочу еще изобразить Иву на рисунке, потому что Ива — это один из символов этого романа. Наши герои уезжают от своего дома, часто ее вспоминали. И я помню, что кто-то из главных героев, скорее всего, отец семейства, задавался таким вопросом, полным отчаяния, что вообще делать человеку без своей Ивы, будучи от нее в таком удалении. Конечно же, как и всегда, я использовала в рисовании референсы. Вот эту открыточку я перерисовала с какой-то реальной открытки плюс-минус 30-х годов из Калифорнии. Это наиболее подходящая открытка с тематикой белых домиков, то, что я смогла найти. Отдельным фотореференсом была кукуруза, вроде бы какой-то стоковый кадр. А вот эту часть картины со старенькими домиками и вот этой вот пожуршей зеленью я перерисовала с какой-то живописной картины, вроде бы как раз на тему Великой Депрессии в Штатах. Ну что ж, поговорим о втором романе в нашей сегодняшней подборке. Это признание Ната Тернера Уильяма Стайрона. Пусть обложка вас не обманывает. Это не викторианский роман о любви. Это жесткая резня в духе Тарантино. Именно из-за обложки эта книжечка лет 7-8 пролежала на моих полках, будучи нечитанной. Да, из-за обложки и из-за того, что я редко читаю аннотации. Речь тут пойдет о событиях 1831 года. Именно тогда в Америке произошло самое масштабное восстание чернокожих рабов. Сразу надо сказать, что этот роман был встречен очень неоднозначно. С одной стороны, он получил пулицеровскую премию и, кстати говоря, о мою большую любовь и уважение. С другой стороны, автор подвергся огромной критике и обвинении в расизме и игнорировании исторических фактов. Как по мне, эти обвинения абсолютно беспочвены, но обо всем по порядку. Итак, наш главный герой Нат Тернер. Еще будучи маленьким мальчиком, он сильно выделялся на фоне других чернокожих рабов. Он рано научился читать и выучил наизусть Святое Писание. Самим фактом своего существования он вызывает множество интереснейших философских дебатов со стороны белых героев этой истории. Изначально его жизнь складывалась весьма неплохо. У него был вполне приличный хозяин, который поддерживал его тягу к обучению и даже обещал помочь ему обустроиться во взрослой жизни. Но дальнейшие обстоятельства складывались не в пользу нашего героя. Во взрослом возрасте он провозглашает себя проповедником и, основываясь на религиозных видениях, решает возглавить восстание рабов. Вообще-то я только что пересказала вам практически весь сюжет, но это не страшно, это не спойлер, потому что вы и сами узнаете половину из этого из аннотации и остальную половину из первой же главы книги, в которой Над Тернер уже пребывает в тюрьме, его уже поймали и он соглашается дать показания, рассказать свою историю. Да, показания Нада Тернера это действительно имеющийся документ, который, к сожалению, не был переведен, но на английском языке его можно найти в интернете и при желании копнуть глубже, ознакомиться. Почему же роман о таких значимых событиях подвергся такой острой критике? А дело в том соусе, под которым Старин эти события преподносит. Главный герой у нас тут не романтизированный борец за свободу. Кстати, привет фильму «Рождение нации», который освещает те же самые события. Нет, Над Тернер – безумный религиозный фанатик, преследуемый фантазиями о сексуальном насилии над белыми женщинами. Несостоявшийся лидер, действия которого привели к кровавейшей резне, в которой не щадился никто. В тех отзывах, что можно найти сейчас на русскоязычных ресурсах на эту книгу, конечно же, вы не найдете угнетенных защитников чернокожих рабов. Но вы можете встретить негативные отзывы, в которых люди порицают грубые описания сексуальных фантазий главного героя. Лично я этих претензий не понимаю и не принимаю. Но как по мне, так это настоящая большая литература, в которой все на своем месте. И если какие-то люди не приемлют каких-то конкретных видов сцен, то это проблема этих людей, а никак не этой книги. Ну и покажу вам, что я нарисовала. Героя на этой картинке я рисовала с какой-то реальной черно-белой фотографией, с какой-то акцией протеста. На заднем плане у меня здесь хлопковое поле. Еще один важный, конечно же, символ данного романа. И вдали у нас прекрасный большой белый дом, направляющие линии, указывающие, ведущие к нему. В общем, все здесь в принципе ясно. Я довольна тем, как у меня получилось выразить идею и настроение этого романа в этой картинке. Мне нравится придумывать, как бы мне воплотить в одном рисунке всю идею романа. Мне нравится придумывать композицию, мне нравится продумывать цветовую гамму. И в принципе композиции, цветовой гаммы и в целом найденным решением я довольна в обоих случаях. Ребята, вот и все на сегодня. Ждите мое следующее видео в этом формате. Оно будет посвящено Джеральду Брому. Двум его книгам выйдет в самое ближайшее время, будет приуроченным к Хэллоуину. Я вас очень люблю и спасибо вам большое за любое ваше внимание, за лайки, за комментарии. Так вообще огромнейшее спасибо вашей комментарии. Это именно то, что мотивирует и заставляет меня снимать новые видео. Большое спасибо всем, кто подписался. На данный момент у меня больше 150 подписчиков. И когда я представляю себе этих людей напротив себя, мне становится очень страшно и волнительно. Я вас правда очень люблю и правда большое вам спасибо за вашу поддержку. Всем пока!